Новый формат общения и насущные проблемы. Вадим Красносельский встретился с главами госадминистрации городов и районов республики. Работа с главами госадминистрации будет еще плотнее. Вадим Красносельский решил поменять форму общения с представителями городов и районов нашей республики. В этом году традиционными станут ежемесячные совещания. На них будут приглашать председателя местного совета, парламентариев от соответствующего города или района, руководители исполнительной и законодательной ветвей власти. Также каждый понедельник совещание в форме телефонной конференции. Главы будут информировать президента о текущем состоянии дел и динамике показателей. Основные доходы и расходы местного бюджета, есть ли задолженности по социально защищенным статьям, ситуация в ЖКХ. Последнее стало центральной темой совещания. В прошлом году практически во всех городах и районах провели реорганизационные мероприятия. Они должны вывести сферу на новый уровень. Александр Мартынов рассказал участникам совещания, счетная палата проверит каждый ЖУК. Уже через несколько месяцев можно будет сделать выводы об эффективности работы каждого из них. Что касается состояния жилищного фонда, то, как следует из сегодняшнего разговора, вариантов решения несколько. И учитывая то, в каком критическом состоянии находится часть ЖУК, понятно, что скорее всего на первых этапах понадобится субсидирование со стороны государства. А это в принципе происходит и сейчас. Другое дело, какой будет механизм и в какой форме это будет сделано. Мы сейчас изучаем активный опыт Российской Федерации. Там эти варианты были тоже проработаны. 9 февраля у нас будут слушанные на площадке правительства. И от каждого главы, мы уже об этом говорили, необходим будет краткий доклад о состоянии жилфонда подробно и ваши предложения относительно пути решения проблем. Говорили на совещании и о необходимости создания горячих линий во всех городах. В Тирасполе такая служба уже функционирует в тестовом режиме, но оправдывает себя. Президент отметил, один номер телефона в любой экстренной ситуации – это удобно. Вадим Красносельский поручил в течение недели изучить этот вопрос на местах, оформить предложения и рекомендации. Актуальная проблема для Тирасполя и Бендер – оснащение троллейбусных парков. Проблемы предприятия обсудят в ходе выездного совещания правительства. Оно запланировано на завтра. Еще одно предложение от главы государства – оснащение городов и районов республики камерами наружного наблюдения. «Это реально и дисциплинирует однозначно, это реальный, конечно, доход и бюджет. Но только Бендер и Тирасполе. Что я предлагаю? Конечно, от безопасного города должны средства аккумулироваться на специальном счете и направляться на развитие именно только этой пока, допустим, задачи. Но по всем городам и районам». Озеленение – еще одна тема, затронутая президентом. Организации и предприятия должны высаживать зеленые насаждения. Вадим Красносельский настаивает, вопросу надо уделить особое внимание. В завершении встречи глава государства еще раз подчеркнул – 80% поднимаемых проблем из сферы ЖКХ. Президент поблагодарил участников совещания за совершенствование жилищно-коммунальной сферы в прошлом году и призвал прислушиваться друг к другу и вырабатывать действенные механизмы.